Зелёный рай По своей площади австралийский континент превышает территорию Европы в два раза. 22 миллиона жителей этой страны населяют в основном прибрежные районы. Восточное побережье, омываемое Тихим океаном, утопает в зелени национальных парков и заповедников, причисленных к самым удивительным уголкам природы нашей планеты. В часе езды от Сиднея расположены поросшие эвкалиптами голубые горы, причисленные к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь растут сотни видов эвкалиптовых деревьев, из-за оттенка которых горы и назвали голубыми. Символом этого уголка природы считаются знаменитые горные пики Три Сестры. Недавно в этих труднопроходимых зарослях было обнаружено дерево Юрского периода, настоящее живое ископаемое. Здесь невозможно путешествовать без проводника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В долину Катумба расположены деревья, и к северу от Голубых гор приезжают в основном жители Сиднея, а также любители природы из других регионов и стран. Здесь можно совершать пешие прогулки и заниматься скалолазанием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На юге Голубых гор, где природа сохранилась в своей первозданной красоте, живет Марк Тикнер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Марк устроил поистине уникальную гостиницу на лоне природы без стен и дверей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас он готовится к приему новых гостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тем временем к нему решил наведаться в Аран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марк берет пример с австралийских первопроходцев, которые осваивали материк в 18-м и 19-м веках. В вопросах комфорта, он все же делает несколько уступок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, это и есть наши королевские кровати. В дневное время они служат сиденьями, а ночью мы расстилаем на них спальники. Сейчас спальники смотаны. Гости спят под открытым небом. Фенты растянуты просто на случай дождя. Когда погода стоит ясно, и облаков мало, наши гости любуются звездным небом. А звезды у нас просто потрясающие. Млечный путь простирается прямо здесь. Удивительное зрелище. А это походный душ. Спускаем контейнер вниз. Зачерпнем воды. Наполняем до краев. В течение дня вода очень хорошо прогревается. У нас жарко бывает. Вечером гости принимают приятный теплый душ, без риска замерзнуть. Вода довольно теплая. Очень приятно в конце дня принять душ. Заматываем веревку. Затем просто откручиваете вентиль, и можно принимать душ. Легко и просто. В конце закручиваем вентиль в обратном направлении. Лагерь Марка расположен на берегу реки Уолан-Диле. Здесь живут удивительные животные, многие из которых встречаются в дикой природе только в Австралии. Вы увидите здесь забавное существо с утиным клювом, бобровым хвостом и конечностями выдры. Животное это столь странное, что европейские натуралисты довольно долго не верили в его существование. Удивительное создание. Речные прогулки – одно из самых любимых занятий наших гостей. Они приносят море положительных впечатлений. Плывешь себе в тиши и наблюдаешь за утконосами. Разумеется, здесь водятся и другие животные. Сейчас я как раз вижу водяную ящерицу. Она греется на камне. Как видите, она замерла. Если мы не станем производить слишком много движений, ящерица останется на своем месте. Ящерицы напоминают мне речных стражей. Они будто досматривают путешественников и решают, стоит ли пустить нас дальше. С наступлением ночи ветер стихает, а лесные обитатели, кажется, оживают снова силой. В таких местах человек чувствует себя уязвимым и одиноким. Да, люди пугаются ночных звуков леса. Им приходится преодолевать свои страхи. Приезжая сюда, они узнают об опасных змеях, пауках. Есть и другие вещи, которые их пугают. Некоторые ведут себя очень эмоционально. Просыпаясь по утру, наши гости с радостью понимают, что все в порядке, они живы и здоровы. Были и такие гости, которые не смогли справиться со своими страхами и отказывались от ночевки под звездным небом. Мы без проблем доставили их в комфортабельный отель. В моей практике такое было несколько раз. Некоторые гости счастливы ночевать под открытым небом. Я рад, что помогаю людям прикоснуться к природе. Вдали от экстремальной гостиницы Марка живут существа, которые привлекают самых разных путешественников. Это коалы. Коала, как и кенгуру, является символом Австралии. Это сумчатое животное, похожее на плюшу медвежонка, вызывает у людей восторг. Благополучие коал напрямую зависит от разнообразия растительности. Лишь 20 из 600 видов эвкалиптовых деревьев съедобны для коал. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы направляемся на север от Голубых гор. Сразу за Брисбеном, одним из самых крупных городов Австралии, расположен уголок природы, который тоже признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Остров Фрейзер. Живописнейший остров Фрейзер находится сравнительно недалеко от берега. Он представляет собой гигантскую песчаную насыпь, протянувшуюся на 125 километров с севера на юг и на 15 километров с запада на восток. На острове очень мало постоянных жителей. Вы найдете здесь лишь несколько рыбаков и рейнджеров национального парка. Остров покрыт эвкалиптовыми и тропическими лесами, окаймляющими более ста великолепных пресноводных озер с манящими песчаными пляжами. Австралийский остров Фрейзер считается самым большим песчаным островом в мире. Питер Майер – сын немецкого эмигранта. Он вырос в Брисбене, но сравнительно недавно перебрался сюда, на остров. Невозможно замостить все дороги острова. Стоимость проекта была бы феноменальной. Передвигаться по острову можно на полноприводных автомобилях или пешком. Пешие прогулки очень интересны. По острову проложено более 150 километров маршрутов. Пожалуй, лучше всего осматривать окрестности пешком. Вы можете прогуливаться неторопливо, вдоволь наслаждаясь пейзажами. Но люди не всесильны, иногда они устают и нуждаются в машинах. Питер поселился здесь 10 лет назад, после того, как исколесил весь свет. И вот уже 10 лет он старается как можно реже покидать остров. Красота и разнообразие здешних пейзажей вдохновляют его на новые художественные фотографии. Похоже, здесь он нашел свой рай. На песчаных пляжах часто встречаются собаки-динго. В отличие от других регионов Австралии, здесь им рады. Более того, на острове Фрейзер-динго находятся под охраной. Любители внедорожников прозвали длинный восточный пляж Магистралью. Для многих автомобилистов остров стал излюбленным местом отдыха. Полвека назад этот пароход сел на мель. Теперь он является символом острова Фрейзер, по праву считающегося одной из самых красивых достопримечательностей Австралии. Стоит сделать несколько шагов, и вы окажетесь в полном одиночестве. Питер день за днем без устали делает тысячи фотографий, пытаясь уловить красоту любимого острова при разном освещении. Остров Фрейзер Это крупнейший песчаный остров в мире. Весь этот кулачок суши состоит из песка. Песок поднимается на высоту 240 метров над уровнем моря. В самой низкой точке песчаная насыпь уходит на глубину 100 метров ниже уровня моря. Сейчас мы с вами находимся на так называемом песчаном окне, участке почвы, на котором нет растительности из-за деятельности ветра. Этот участок мигрирует по острову подобно волне. Мне очень нравятся силуэты засохших деревьев, оставшихся от былых лесов. Однажды через них прошла дюна, которая погребла их под толщей песка. Затем дюна продолжила свое движение, и теперь мы снова видим стволы деревьев. Мне очень нравятся подобные места, они напоминают мне что-то вроде чистилища. Практически каждый участок острова, каждый холм и каждый уголок леса проходил через эту стадию. Если приехать сюда через тысячу лет, здесь все снова будет покрыто песком. По-моему, это замечательно. Здесь интересно наблюдать за молнией, и когда молния ударяет в песок, он начинает плавиться. Весь этот песок представляет собой диоксид кремния. Когда он плавится, появляются полые стеклянные фигуры. Они выглядят очень замысловато, как объекты на картинах Сальвадора Дали. Питер Майер также любит делать снимки на озере Аллом, в самом центре острова. Озеро славится чистой водой и разнообразием растительности. Здесь можно увидеть бесчисленное множество черепах. Великолепно! 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 Продолжение следует... Мне очень нравится снимать в этом лесу. Обычно тропический лес выглядит хаотично, но здесь все иначе. Здесь чувствуется симметрия. В этом лесу много красивых папоротников, много пальм, прекрасные прямые линии. Вся эта растительность создает симметрию, которую обычно очень трудно найти в тропическом лесу. Просто изумительное место. Великолепные линии, яркие краски. Это самое известное дерево, растущее на острове Фрейзер. Называется оно Синкарпия хилли. Эти деревья достигают 15 метров в высоту и 4 метров в диаметре. Причем каждый новый метр диаметра они приобретают за 250 лет. То есть это дерево росло здесь еще до прибытия капитана Кука. Синкарпия хилли растет только на острове Фрейзер и в небольшом национальном парке Кулула, расположенном к югу от острова. Синкарпию использовали в строительстве портовых сооружений, поскольку она, в отличие от других деревьев, стойко переносит действие соленой воды. Сооружения Суэцкого канала и лондонские доки строили именно из нашей Синкарпии. Посмотрите, какие красивые и глубокие полосы образуются в коре Синкарпии. Зрелые деревья становятся красноватыми и выглядят очень эффектно. Прекрасные модели для моих фотографий. Прекрасные. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Австралии есть не только на суше. Большой барьерный риф является самым протяжённым рифом в мире. Он простирается на расстоянии 2600 километров и считается крупнейшей экосистемой планеты. Здесь живут и размножаются многочисленные виды живых организмов, имеющих важное значение для экологии. Разве можно покинуть восточное побережье Австралии, не побывав на Большом барьерном рифе? Большой барьерный риф. Большой барьерный риф. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы осмотрели лишь несколько удивительных уголков австралийского континента. Путешествие длиной 3000 километров вдоль восточного побережья вне всяких сомнений является самым захватывающим приключением на территории Австралии. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Артмедиа». Субтитры создавал DimaTorzok